ну что девочки сегодня у нас с вами будет интересная задача значит смотрите я беру сковородочку ведь какая она у меня грязная уже такая да это не реклама сразу предупреждаю это как всегда мои эксперименты и сегодня я приготовила позвала моего единственного помощничка мужчину шурика одеваем перчатки будем сейчас чистить сковородку и посмотрим что у нас из этого выйдет девочки будем проверять разные средства так одеваю перчаточки как всегда и посмотрим как мы справимся с этой задачей вы подскажите как вы сковородки очищаете и чем одеваем значит я приготовила несколько средств одно средство я по моему девочки покупала на светофоре смотрите написано чистящие средства для кухни стекла керамика духовка как микроволновка раз дальше второе в алберес волберес вру фаберлик ну на в адресе заказывала до фаберлик вот раз тут написано фаберлик хом средства для очистки духовок и плит но проверим и третье средство вот которое мы заливаем кипятком и потом очищаем да это средство я вам уже показывала утра ультра power не знаю что там за фирма универсальный антижир и так далее мы им с вами очищали чайник ну что поехали наш эксперимент значит для чего мне нужен шурик в доме для холостой женщины все равно нужно какой-то шурик да тут говорить ничего девочки а вот для чего значит я хочу открутить ручку почему потому что я не смогу залить воду если мне надо будет видите вот вот таким образом это не пойдет ручка мешается поэтому мы с вами сейчас будем откручивать вот эту ручку кстати если есть мужчины подскажите мне нужен новый шурик какой-нибудь может быть поменьше но такой рабочий откручиваем алиса включи русское радио так ну что друзья вот открытие открутили отлично что мы теперь делаем мы будем пробовать все вот эти варианты шурика убираем болтик но и ручка тоже ведь какая грязная да теперь мы берем вот такую мою тряпочку универсальную и давайте начнем со светофорской жидкости вот с этой вот ну принципе они наверное и где-то в пятерочках продаются и посмотрим как это у меня будет происходить я заливаю все вот этой жидкостью кстати ну и ручку тоже можно до залить давайте с ручки попробуем будет ручку очищать и пробуем ну конечно темная поверхность очищается на ура да вот нам нужна металлическая поверхность как она будет очищаться полностью разобрали так давайте отдельно вот это вот кольцо чистить так чистим вот этой стороной но вроде очищается смотрите блеск приходит да я не так часто делаю эти вещи друзья почему потому что это очень долгая песня на это нужно всегда время побольше да но кольцо вот это очищается вот этим средством посмотрим как сковородка сама очистится показываем да все делаю при вас ручка вроде тоже девочки очистила смотрите вся ручка конечно нужно ее посильнее почистить что у нас тут со сковородкой получается сковородку берем у меня вы знаете нету вот этой вот щетки металлической ну вроде как так если я водичку открою чуть-чуть ну да она очищается но с таким как бы напрягом да хорошо делаем по-другому берем следующее средство берем давайте вот это фаберлик то есть если потратить наверное час можно почистить это дело но мы хотим чтобы как-то побыстрее же все это да у нас заливаем фаберлик овским средством начинаем отсыраться ну тоже идет но не так как бы быстро но в принципе уже полегче пошло полегче отлично самое главное вот эта поверхность вот эта поверхность самая тяжелая да девочки потому что она ведь все ребристая она вообще не идет хорошо делаем теперь дальше теперь наше средство берем 3 посмотрим какой лучше чтобы третье средство взять вот это там нужно сначала залить кипяток заливаем внутрь кипяточек как мы делали с вами чайничек так вылила полностью и там нужно побрызгать тоже бака но чайник легче чайник мы подняли девочки и по бокам все побрызгали а вот как сковородку то я же не смогу побрызгать дно да ну сейчас мы попробуем с вами вот таким образом а потом и как раз посмотрим дальше давайте окунем к кипяточек ручку так отлично сразу моментально пошла быстро быстро очищение прям не надо никаких вот этих целодвижений лишних я бы сказала ручка готова металлическая металлическая колечко смотрим там буквально надо минуту подождать и начинать дальше чтобы раскалилась вот это вот наша сковородочка так кипяточек мы выливаем быстром темпе брызгаем вот эту часть пока она горячая переворачиваем и давайте смотреть как у нас получится это дело но тоже конечно тяжеловато отсирается я хочу сказать ни о чем чайник как-то быстрее у нас так ладно смотрим бака бордюрчик лучше оттирается вот эту часть наверное вообще тяжело дам девочки отчистить вот вообще наверно каким-нибудь кислотным заливать я вас не отключаю все на ваших глазах потому что у меня перчатки мне неудобно камеру отключать включать ну как конечно ни о чем так чуть-чуть пока больше у меня никаких средств нету поэтому как есть пока так есть значит что мы в принципе оттерли с вами бордюрчики вот эти хотя бы да каменные вот эти сковородчики мне нравится очень удобные ну вот оттирать любую сковороду это целая история все равно до конца не оттерлась сейчас попробуем еще больше видите это для наверно вот это средство для кастрюль и чайников но внутри оттирается нормально все так смотрим не до идеального конечно блеска а вот эта часть это вообще история умалчивает это наверно надо готовить какую-то гремучую смесь девочки напишите и чистить но это вообще она вообще не уходит ни грамма только почистили внутри и почистили ручку и бордюрчики все а это надо как-то вымачивать в чем-то замачивать еще одно есть средство попробовать с ним может быть друзья я нашла еще одно средство по-моему тоже на светофоре покупала чистящая паста универсальная чистка чистит все не пылит безопасно давайте попробуем она мне кстати новые вообще не пользовалась еще пахнет она вкусненько ну что поехали как говорится на войне все средства хорошие берем эту пасту и начинаем чистить ну что-то не особо хочу сказать видите я уже перчатки сняла нет тряпка конечно грязнится но это не тот результат который нам нужен в общем все это слабое средство для сковородок вообще видите ни капли ни капли не взялось эти у меня еще и средство одно но и у меня здесь на кухне нету которая тянется который все знают сейчас еще принесу что-нибудь эксперимент продолжается что друзья одеваю опять перчатки песни пляски хорошо работать надо да смотрите вот этот вот антижир я купила в магните вот этот вот санокс чистка ванна я чищу душевую и ванну одеваем опять перчатки наш труд продолжается радио поддерживает нам настроение мы не сдаемся поехали дальше берем вот этот антижир ждем вообще что тут написано у нас за мелко не прочитать как всегда смотрите сколько у меня уже тут средств скопилось пробуем берем опять же но вот это вот часть она у нас уже почистилась вот это главное дно вообще ни о чем девочки но ни о чем может быть надо было мне щетку принести хочется прям знаете вот девчонки раз нанес и прям все как сказки хоп так что все эти вот ваши рекламы вообще ни о чем вот живой эксперимент берем дальше вот этот санокс очищает очень хорошо мне душевую кабину ванну давайте он не сильно такой прям едкий по запаху проверяем артур пирожков нам подымает настроение но вообще как бы я брызгаю и душевую кабину и ванну чищу сразу через минуту ждем ждем девочки вы напишите чем вы обсирается сковородку что ж такое ни одно средство не берет вставляете вообще ни о чем тоже нет друзья это наверно кипятить надо вообще ее но у меня такой даже на на кастрюле нет большой надо сейчас посмотреть нет тоже ни о чем вообще ни о чем не отходит понятно едем дальше друзья в общем я не нашла совершенно большую кастрюлю алиса стоп батарея у нас стоит и знаете что я обнаружила у меня кажется нету соды давайте попробуем сделать вот такую гремучую смесь значит я беру уксус туда как раз и я померила у меня вместе смещается эта сковородка моя так сейчас мы уксус туда и так как у меня нету зубы для я сейчас добавлю все девчонки приходу все обладала во всех углах но нету соды надо же потому что я как-то и видите не пользуюсь так и беру соль беру соль сейчас попробуем в такую гремучую смесь положить нашу сковородку что у нас получится сейчас вода закипит и я вернусь к вам тоже кстати ведь тоже надо чистить поэтому нужно найти средства для себя видите сколько я уже испробовала очень много до баночек за вставлять и майной раз сами не знаю что у нас есть я по своим сусеком по скребла и нашла соду значит я я тоже пересыпал я думаю в баночку не пересыпала что у нас соду добавляем по-моему там еще надо добавить лимонную кислоту процесс пошел смотрите-ка ухты мы прям химики с вами конечно уксус и сода конечно будет процесс так вода закипает так у нас тут как всегда творческий беспорядок как у химиков до сейчас я буду опускать сковородку вот в эту смесь по моему мы все добавили что у меня там а лимонной кислоты правда нету я вот думаю нужно добавить лимон или нет нет да давайте так попробуем сначала готовим варево так что вот так вот девочки мужчина вот эти все средства я хочу сказать ну да что-то отсирается конечно да ну а что-то и нет так что у меня там огонь включен сковородка у меня толстая тоже надлится чистить так и давайте я сразу туда положу вот эту сковородку вот видите я кладу его так но и пускай она у меня так лежит и посмотрим вода закипит что у нас будет так ну что друзья я еще поставила чайничек сейчас чайничек почистим как всегда вот этим средством вот еще раз покажу кто не видел а вот у нас тут химия происходит закипает водичка я друзья у меня были разные сковородки кстати у меня даже металлического ведра по моему нет но ведро точно вот эта сковородка может и поместится вот это нет большая а если заливать тазики делать гремучую смесь меня еще порошок есть вот вы все про него знаете но он тоже не помогает где-то он у меня лежит вот и посмотрим видите водичка закипает вот что нашла то нашла вот эту сковородку я хоть нашла побольше напишите как вы вообще очищаете сковородку какую смесь гремучую готовить и посмотрим сейчас как у справится уксус сода соль все по моему да лимон только я не добавляла лимончик но лимон кислоты у меня нет есть только лимон обычный я думаю там хватает вот этого смотрим так ну что друзья у нас там закипела вода я убавила еще знаете что я нашла девчонки еще когда москве жила amway средства вот такое вот правда за к ней была прикреплена еще щеточка щеточка у меня уже вся испортилась я ее выкинула теперь я знаю что заказать на вб мне нужно заказать какую-нибудь щеточку для чистки разных вот таких мелких поверхностей кипит так ну что я отсекаю время ждем 15 минут так ну что друзья у меня чайник тоже закипает уже я кстати знаете еще брызнула туда вот этого средства и чуть-чуть подлила водички посмотрим как еще внутри это все дело очиститься и что поехали одеваем опять перчатки друзья если бы не кондиционер я вообще вся мокрая уже это ж надо к и жаром станет продолжаем продолжаем это дело неблагодарная женская муж кстати мужчина тоже этой штуковины занимаются вот честно говоря если у меня вот это все дело не ототрется вот честно девочки я плюну я такая пойду куплю новые для сковородки всем так чайник закипел но от начальника работает идеально вот это средство и кстати я еще знаете что принесла с туалета гель очищающих и берликовская тоже попробуем все на сковородку как брызгаем чайник начальник мне больше нравится она эти прям волшебным средством нашей волшебной руки превращается в отлично красивый чайничек так обрызгали но вот чистим потому что там видите внутри вот этот кипяток ну да вот видите как моментально при моментально очищается вообще супер блестит вот так бы сковородочек когда наши ну конечно тут нет такой особой накипи так почистили он горячий поэтому я так чищу все выливаю содержимое горячий кипяток вот это что мы просто водичкой его обмываем реакция сработала горячего кстати но девочки у меня есть конечно электрический чайник тоже мне какая разница чего свет сжечь причем кстати вот эти вот электрические чайники и все эти микроволновки они очень берут много электроэнергии чтобы знали кто не знает когда я жила в квартире тоже об этом даже не думала когда живешь здесь свет у нас по 750 стоять какая цена у меня за свет выходит даже летом тысячи три-четыре а уж не говоря а земли не все отлично вот промыли чайник у нас супер чистый и прекрасненький получился ведь и друзья красоте эти вот так бы все очищалось причем начальнике я тоже пробовала разные все вот эти средства вот только вот одно помогает вот это это не реклама все куплено за мои деньги говорю для youtube а так все отлично это готово да теперь разбираемся что у нас тут происходит так шурик как всегда мне помогает лежит рядом главное чтобы мужик рядом был до девочки остальное не важно какой мужик надо чтобы такой работящий был так что пора пора смотреть что у нас вообще там вышло мне так интересно девочки а вам выключаю так горяченькая сейчас разберемся как нам лучше тут взять но друзья я не знаю это что-то с чем-то смотрите как было все так и осталось у меня уже знаете это все становится очень очень смешным я теперь что делаю я теперь а вода вон смотрите черная переходим опять сюда так и достаем наше средство так давайте сначала вот этот вот туалет очищает на ура кстати сейчас мы это дело новую надо взяла открываю заливаю смотрим реакция что-то все позеленено поголубила проверяем ночью там щеткой простой право провожу я и все и все чистенько известковые всякие налеты у меня сейчас она горячая сковородка щетку не нашла все перерыва в общем ни о чем кстати какие муки девочки это же вообще что такое вообще происходит все у меня осталось последнее средство вот обвей давайте сегодня реклама говорю все при вас делаю все эксперименты все при вас тут правда щетка вот у меня была но я нету почему такая вот смесь интересная она такая знаете покажу так распределяем тебя ну и последний заход в общем все мои нервы не выдерживают я просмотрел очень много видео кто чем чистят вообще не знаю что это за реклама них такая египетят и что-то делают ничего не получается лица так начинали очищаться в общем нет ничего не помогает в общем друзьям делитесь своими рецептами как средства спробовать сколько денег потрачено можете себе представить вот щетка конечно если бы залазил а может быть и прошло бы сейчас покажу немножко конечно она идет но щетки нет у меня может быть попробовать таким способом взять ложку интересную тряпку мне живая останется таким образом кажется я тут уже не знаю что у меня происходит это вообще ни о чем ни о чем хочу сказать что это в общем все средства ни о чем так что давайте будем вестись на рекламу а будем свои средства народные придумывать пишите чем вы чистите не вообще ну так чуть-чуть уходит конечно это наверно час надо стоять драйвить вставляйте так где у меня там ложка ну да конечно провала тряпку в общем решила так ложка ложкой важно знаете девочки а что думаю вот это ребристая поверхность мне не нравится у меня еще есть прямые сковорну прямая поверхность а вот видите прям вот в общем очень засоряется это дело окажется надо еще знать какие сковородки у меня разные есть мы конечно все это дело замочили в общем что попало девчонки сейчас отключусь попробую дочистить так чем все с меня хватит друзья сил больше никаких нет бороться я устала этой чистить ложкой надо купить нормальную щетку а вы пишите про какое средство интересное ладно внутри то почистили да в общем конечно мне нравится это дело все а вы знаете а вот интересно вот так сковородка у меня по моему с прямым сейчас я ее попробую вот эту беру большую до беру вашу опять перчатки сняла ладно берем хаберлик мама тоже такая же ребристая в общем девочки все то же самое все в эти трудодоступные места нужно только какие-то щетки покупать нет в общем все я заканчиваю я не знаю в общем я тут она смеялась и вообще это просто кошмар все все на хрен выкину девчонки и купить новое расскажите вообще чем вы это чистите свои сковороды и кастрюльки сейчас прикручу ручку и в общем я не знаю еще будет вариант того что что я не пробовала металлическую может быть куплю а может быть вообще выкину эту сковородку кстати девочки я знаете что вспомнила у меня еще есть зеленая сковородка сейчас мы посмотрим какое там дно вот тоже видите что происходит со всеми сковородками это ужас и что чем мы ее побрызгаем давайте вот этим средством у меня тут куча средств уже стоит тоже надо откручивать ведь со всеми делами начинать все это ерунда она просто вот ни о чем так что в общем наверное скоро мы поедем с вами покупать сковородки новый так что вот так вот нужно общить свои комментарии видите какой труд и все бесполезно получилось так что я прикручиваю ручку друзья и буду уже с вами прощаться но это вообще да для каждой хозяйки свои свое средство мы выбираем что нам удобно вот я никак не могу подобрать для сковородок вот именно девочки для сковородок не для остального чего-то так что-то у меня тут не одевается так так одели таким образом наш болтик вот это вот сверло очень толстая надо поменять сверло в общем друзья ну как-то так уже буду с вами прощаться в общем ой девчонки с меня 100 потов сошло вы не представляете пока я это все почистила и результат ноль представляете вот так вот ночью пишите свои средства пока пока в общем друзья я вернулась значит я не получилось закрутить смотрите на то ли сорвалась резьба то ли что попросила соседа тоже у него не получилось он поменял разные вот эти насадки своим шуруповертом и все я и выкидываю кстати я хочу сказать что у меня были сковородки такие которые ручки вот раз так и снимается до нажимаете она снимается и у меня то что была проблема тоже ручка слабо держалась теперь я не знаю какую сковородку а теперь скажите мне что деньги не нужны до деньги не нужны и сковородку не купишь эти средства не купишь ничего не купишь так что друзья все надо в этом мире всем всегда все я ее выкидываю пока пока